Всем привет! Меня зовут Алексей Чеканов. Я являюсь руководителем отдела SEO в компании WebLine Promotion. Приветствую вас на канале Промопульт ТВ и сегодня мы поговорим об оптимизации интернет-магазина на этапе разработки. Как ничего не упустить и правильно оптимизировать ваш сайт до момента его запуска. С чего начинать? В первую очередь это определение цели. Вы должны сразу понимать, что вы хотите от посетителя, который пришел к вам в интернет-магазин. Вы хотите, чтобы он совершил заказ у вас непосредственно на сайте. Вы хотите, чтобы он оставил заявку. Вы хотите, чтобы он заказал звонок. Все эти моменты нужно учитывать до момента запуска сайта. Далее это подбор хостинга и домена. Тут нужно сразу учиться, чтобы хостинг был качественный, чтобы ваш сайт работал без перебоев, чтобы ваш сайт имел оптимальную скорость загрузки и что касается домена, то он должен отображать тематику вашего сайта. Он должен быть читабельным и не состоять из длинного названия. Далее выбор правильный CMS. Тут все зависит от того, что вы хотите, какой функционал вы хотите реализовать на вашем интернет-магазине. Возможно, вы хотите дополнительные страницы фильтров. Возможно, вы хотите, чтобы у вас в интернет-магазине было тегирование. Возможно, вы хотите, чтобы пользователи могли сравнивать товары и т.д. и т.п. Все это зависит непосредственно от выбора правильной CMS. Также стоит учитывать еще объемы вашего интернет-магазина. Если у вас достаточно большое количество товаров, то не каждая CMS может потянуть ваши объемы. Да, и самое важное – это закрывать сайт от индексации на этапе разработки, потому что, если этого не сделать, то все мусорные страницы, возможно, тестовые домены попадут в индекс, и дальше сайт будет хуже ранжироваться. Переходим к разработке структуры сайта. Тут нужно сразу же сотрудничать с SEO-оптимизатором, который соберет правильное и максимально охваченное семантическое ядро. Дальше на основании собранной семантики он проработает категории, подкатегории, страницы фильтра, возможно, дополнительные страницы, к помощи которых вы сможете собирать дополнительный целевой трафик. Далее оптимизация коммерческих элементов. Для каждого проекта существует собственный арсенал коммерческих факторов, но если брать базовые моменты, то самое основное – это контактная информация. У вас должна быть в интернет-магазине отдельная страница контактов, информация которой будет адрес вашего интернет-магазина, возможно, график работы, номер телефона, почтовый адрес и, конечно же, интерактивная карта с меткой, с помощью которой пользователи могут найти ваш магазин. Далее – это ассортимент товаров. Тут тоже, возможно, следует обратиться к контент-менеджеру, который на этапе разработки будет постепенно добавлять товары. Если же у вас достаточно большое количество товаров, то тут нужно работать с разработчиками, которые позволят все это дело автоматизировать и массово загрузить на сайт. Тоже тут стоит учитывать, что если у вас в категории будет, допустим, 4 либо же 5 товаров, а у конкурентов в этой же категории будет сотни товаров, то шанс на успешное ранжирование практически шанса нет, потому что поисковая система с подобным, с узким ассортиментом товаров не пропустит вас на первые строчки поисковой выдачи. Далее – это служебные страницы, такие как оплата и доставка, возврат товара, гарантия и так далее. Все эти страницы также лучше наполнить на этапе разработки и запустить уже сайт с наполненными подобными страницами. Далее – цены на карточках товаров. Не все владельцы интернет-магазина предпочитают отображать цены своих товаров. Многие пишут «цена по запросу». Что касается поисковых систем, то они это все учитывают и шанс ранжироваться без наличия цены очень низкий и и лучше всего, конечно же, цены на ваших интернет-магазинах внедрять. Далее – это корзина и другие элементы call-to-action. Тоже нужно понимать, что вы хотите, какие вы хотите отображать призывы и действия на вашем сайте. Возможно, это будет форма обратной связи, возможно, это будут кнопки заказа звонка и так далее и тому подобное. Следующее – это внутренняя оптимизация страниц. После того, как мы собрали семантику, сформировали структуру, мы можем переходить к составлению метод-данных, такие как title, description и оптимизации заголовков H1. Все это дело постепенно внедрять еще на тестовую версию сайта. Далее – по-хорошему провести текстовый анализ на категориях и в зависимости от того, нужен текст или нет, составить техническое задание, написать текст и постепенно внедрять текстовые блоки на определенной категории страниц. Следующее – это техническая оптимизация. В первую очередь – это подключить базовые системы веб-аналитики, ту же Яндекс.Метрику, Google Analytics, настроить в этих системах цели, допустим, нажать на кнопку «Купить», на переход пользователя на страницу оформления заказа, на подтверждение заказа и так далее. То есть все те моменты, которые нам нужно отслеживать, мы должны сразу же настроить в сервисах веб-аналитики. Далее подключаем панель веб-мастеров, настраиваем параметры в данных сервисах, после чего переходим на проверку сайта на наличие дубликатов страниц. Можем сайт загрузить в любой парсер, тот же Screaming Frog, если мы видим, что где-то у нас появляются дубликаты по метаданным, возможно, где-то у нас опущены какие-то заголовки, description и так далее. Если мы сразу все это дело выявляем, то мы приступаем к исправлению, чтобы наш сайт уже после того, как мы запустили, был чистым и у нас не было дубли в индексе поисковых систем. Следующий момент – это проверка наличия страницы 404 ошибки. Если у вас не будет на сайте страницы 404 ошибки, то пользователь будет попадать на стандартную ошибку в браузере, вы тем самым будете его терять. Лучше эту страничку все-таки реализовать внутри вашего шаблона, для того, чтобы вы предложили пользователю определенное решение, возможно, переход на главную страницу, либо же переход на какую-то страницу категории. И анализ скорости загрузки страниц. Тут тоже с помощью различных сервисов проверяем скорость загрузки. Если мы видим, что где-то у нас слишком долго грузится страница, то также находим причины. Возможно, это скрипты, возможно, это слишком большие изображения, и перед запуском сайта все это дело исправляем. Далее проверка наличия адаптивного дизайна. Тут два варианта. С чем того, что человек, который зашел на ваш сайт, и у вас будет, ну, к примеру, там некорректная верстка, он, скорее всего, ваш сайт покинет. Это, как бы, один из отрицательных моментов поведенческих факторов. Плюс также это один из пунктов поисковых систем, которые также хуже ранжируют сайты, у которых отсутствует адаптивный дизайн. Далее это внутренняя перелинковка страниц, внедрение хлебных крошек, что также положительно влияет на индексацию и перемещение пользователей путем нажатия на различные элементы навигации. После чего переходим к настройке служебных файлов. Это RoboStext и Setmap.xml. Если у вас сайт закрыт в файле RoboStext правилом Disallow Slash, то вы можете подготовить готовый уже, сделать готовый файл RoboStext в зависимости от вашей CMS и после запуска индексации внедрить его на свой сайт. Что касается Setmap.xml, то вы можете сразу же его в зависимости от CMS вашего сайта настроить путем различных плагинов, либо подключения дополнительных модулей. Следующий момент это формирование HTML-карты сайта. Если у вас на сайте достаточно большое количество страниц, то она сыграет положительную роль с точки зрения индексации. Если уже на вашем сайте, к примеру, менее 1000 страниц, то и создавать эту карту не нужно. И в завершение это настройка мультиязычности. Тут при необходимости. Если у вашего сайта несколько языковых версий, то сразу же следует позаботиться о том, чтобы после запуска контент был уникальным, чтобы текст был написан на том языке, в зависимости от которого находится ваш сайт. И также не забыть внедрить технические моменты, такие как атрибуты refleng. Что не забыть перед запуском? В первую очередь это тестирование сайта, проверка функционала, проверка отработки всех форм, проверка отработки корзины, оформление заказа. То есть по факту вы должны пройти путь клиента. Если вы же видите, что у вас нет никаких проблем, тогда мы можем открывать сайт для индексации. Для того, чтобы мы ускорили индексацию, мы можем обратиться к панелям вебмастеров. Мы формируем определенный список урлов, добавляем их в Яндекс.Вебмастеры на переобход страниц. Что касается Google Search Console, то мы формируем список страниц и запрашиваем индексацию. После чего в течение нескольких дней ваши страницы попадают в индекс поисковых систем. На этом все. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!